Теодорас Популукас Теодорас Популукас уже давно стал легендой европейского баскетбола. И сделал он это в составе ЦСКА. Из скромного запасного стал грозой авторитетов и игроком больших матчей. Две Евролеги, куча скальпов и персональных титулов. Теперь эта история закончилась. Теодорас Популукас завершил карьеру. А его правила жизни станут наукой для молодых игроков. Мой шкафчик был примерно здесь. Тут я чувствую себя как дома. Такое ощущение, что с момента, когда я сидел тут последний раз, не прошло и дня. В спорте для меня существует принцип, который я считаю очень важным. Необходимо быть или, по крайней мере, пытаться быть лучше. И без разницы, выходишь ты в стартовой пятерке или со скамейки. Мне посчастливилось завершить карьеру в форме ЦСКА. И это очень здорово. Ведь здесь прошли мои лучшие годы. Я счастлив, что был частью этой команды на протяжении многих сезонов. В команде все звали меня Папас. Так было проще для русских и американцев. В общем, для всех, кроме греков. Я горжусь своей карьерой. Я завоевал два титула Евролиги с ЦСКА. Так что с клубом мне очень повезло. Это настоящий подарок судьбы. Перед финалом четырех в Москве мы шли по сезону без поражений. Но в 2005-м победить нам не удалось. Зато сейчас я понимаю, что такие поражения сделали меня сильнее, умнее и мудрее. В 2007-м я мог уехать из ЦСКА, но меня уговорили остаться. В итоге я наслаждался баскетболом в армейской форме. А в руках я держу награду за то решение. Титул, завоеванный в Мадриде. В 1987-м году, когда мне было 10, я смотрел, как сборная Греции впервые выиграла Евробаскет. 18 лет спустя в Белграде я сам стоял, подняв над головой кубок чемпиона Европы. Нас тренировал Панайосис Янакис, огромным поклонником которого я был в 10 лет. Это был прекрасный момент. Как наверняка помнят многие из моих партнеров и тренеров, у меня взрывной нрав. Однако, это лишь проявление моего желания побеждать. Всегда. Я не вкладываю в это личного отношения. Мне нравится оказывать давление на людей, нравится находиться под давлением самому. Но как только звучит финальный свисток, я все тут же забываю. Ничего личного. Поэтому я никогда не дрался. Я всегда пытаюсь найти решение конфликта на словах. Лучше всего, конечно, вообще промолчать, но это удавалось мне не слишком часто. За что бы я ни брался, стараюсь быть лучшим. Это очень помогло мне в спортивной карьере, но иногда мешает повседневной жизни.